МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приятного аппетита! На заводе КПД после капремонта открылась столовая. Это делается все в первую очередь для людей. Во сколько обошелся обед? Замутить не удалось. Кировчанин подстрелил девочку-подростка. Кировским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. В чем провинилась школьница? Двигатель прогресса. Бавруйские активными темпами обновляются площадки для сбора мусора. В этом году заменено уже 213 контейнеров. С чего начинается экологическое благосостояние? А также сохранить самое дорогое и хук справа. В городе прошло открытое первенство по боксу. Чем полезен вид спорта? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. На заседании Бавруйского горисполкома рассмотрели вопросы эффективности мер по предупреждению насилия и половой неприкосновенности. Проводимая работа способствует достижению положительных результатов, но вопросы остаются злободневными и требуют взаимодействия всех субъектов профилактики. К слову, в этом году в городе не зарегистрировано убийств, совершенных по фактам домашнего насилия. Более того, снизилось причинение тяжких телесных повреждений почти на 37%. Как правило, факты бытовых скандалов идут плечом к плечу с алкоголизмом. Таких товарищей сотрудники УВД доставляют в наркологический диспансер для обследования и постановки на учет. При необходимости направляют для принудительного лечения в условиях ЛТП. Действенной мерой является возбуждение уголовных дел в отношении агрессоров, либо изоляция его на 15 суток, либо изоляция его, если он уже неоднократно совершал административное правонарушение состояния алкогольного опьянения, соответственно, в ЛТП. С начала года выявлено 15 преступлений против половой неприкосновенности. 9 несовершеннолетних пострадали от действий насильников. Только во взаимодействии с другими службами, учреждениями здравоохранения и образования работа по противодействию преступлениям даст свои плоды. И главные факты нельзя скрывать или замалчивать. Безнаказанность порождает новые злодеяния. Шутка – это когда смешно. В Кировском районе пострадала подросток. Девочку стреляли из пневматического оружия. Инцидент произошел вечером 30 октября возле общежития колледжа. В попытке произвести впечатление на первокурсниц 21-летний молодой человек устроил пальбу в их сторону. Один из выстрелов сильно травмировал 15-летнюю девушку. Следователем проведен осмотр места происшествия. Опрошены фигурант и очевидцы произошедшего. Изъят пистолет. Назначен ряд экспертных исследований. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проводится проверка. Пожалуйста. Традиционные подарки горожанам к 7 ноября стартовали на заводе крупнопанельного домостроения. Предприятие после капитального ремонта открыло столовую. На обед сюда заглядывают не только сотрудники организаций, но и бобруйчане. Виталий Гаврусев одним из первых заглянул на праздник. На открытом акционерном обществе Бобруйский завод крупнопанельного домостроения уверены на 100%. Качественно работает тот, кто вовремя и хорошо обедает. Питанию работников на предприятии уделяет особое внимание. Пятницу одна из самых лучших столовых города после полного апгрейда открыла свои двери. В Бобруйске к 7 ноябрю будут открываться многие значимые объекты. Но это будет на следующей неделе. И, конечно, то, что сделано, это сделано с любовью здесь. И заведующие посмотрели оборудование. И те условия, которые были перед этим, не сравнить с теми, что уже они будут работать на новейшем оборудовании. И, конечно, это делается все в первую очередь для людей. После торжественного перерезания ленты гостей сотрудников завода пригласили в обновленные залы, чтобы оценить меню и дизайн. Создание достойных бытовых условий работникам предприятия прилигатива работы наших отделов и служб предприятия завода. Так, по инициативе руководства предприятия профсоюзного капитата было принято решение провести в текущем году ремонт заводской столовой. В ремонте заводской столовой принимали участие не только специалисты нашего завода, а также привлекали и подрядные организации. Ремонт себя включал как ремонт фасада, так и внутренних помещений и, соответственно, замена практически всего производственного оборудования. Уже с порога понятно, этот объект оснащен по последнему слову техники. Современному кухонному оборудованию такого класса можно только позавидовать. Новые печи, холодильники и не только. Посудомоечная у нас новая, вентиляция у нас полностью новая, параконвектомат у нас прекрасный аппарат, в котором очень великолепно готовить блюда быстро и диетически. С понедельника по пятницу с 9.20 до 16 часов посетителей ждут вкусные и питательные блюда, благодаря которым можно восполнить жизненные силы. Меню радует кулинарными новинками и неизменной классикой. За время, пока мы стояли, конечно, мы не сидели на месте, мы разрабатывали блюда. У нас и новые салаты есть, и новое горячее блюдо есть. Мы их постепенно вводим в наш рацион. У нас вообще просто великолепная выпечка, когда начинают включать уже печку, и запах идет не только по всей столовой, но и поднимается в кабинеты на второй, третий этаж. И, конечно, народ на эти запахи идет. Более семи мясных блюд, разнообразные гарниры и салаты – первые блюда. Съемочная группа «Бобрусь-360» просто не смогла устоять от этих блюд и их ароматов. Первое, второе – салат, компот. И все это нам обошлось в 7 рублей 85 копеек. Здесь и раньше кормили хорошо. Работники столовой позаботились о том, чтобы еда была не просто разнообразной, вкусной, но и полезной. В целом обеденный зал стал просторнее и уютнее, однако количество мест осталось неизменным – 88. Из них 12 – это банкетный зал. Здесь очень уютно, светло, красиво. Еда очень вкусная. И цены, кстати, приемлемые. Я была очень приятно удивлена. С собой я сегодня домой взяла смаженки такие. Будет интересно моим деткам и мне тоже попробовать. Очень хорошая столовая, кухня очень замечательная, качество хорошее, ассортимент богатый. Мы поэтому сюда и ходим. И цены приемлемые. Так что рекомендую всем. Администрация завода не экономит на своих кадрах, ведь именно от труда этих людей зависит результат работы всего предприятия. Поэтому ремонтировали столовую качественно и с душой. И результат, как говорится, налицо. Виталий Гаврсев, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Эстетично и экологично. Сбор коммунальных отходов, разделение вторсырья и его дальнейшее использование – важная часть сохранения экологического благосостояния. Перед тем, как обрести новую жизнь, материалы проходят долгий путь. Как спецавтопредприятие использует новинки технологического прогресса, уточнила Василиса Караханова. Чтобы позаботиться о состоянии окружающей среды и избежать возможных штрафов, важно практиковать раздельный сбор мусора, а также направлять отходы на переработку. Бобруйске такой работой занимается спецавтопредприятие. А начинается все с малого – контейнерных площадок. В настоящее время одной из приоритетных задач предприятия стоит поэтапный уход от контейнеров металлического типа и переход на контейнера евротипа, которые изготавливаются из прочной пластмассы и являются более приоритетными по отношению к металлическим контейнерам, которые ввиду коррозийного износа, ускоренного, постоянно требуют ухода и ремонта. Вывоз твердых коммунальных отходов проводится два раза в неделю с 388 контейнерных площадок. На эти работы автопарк-организации задействует 15 единиц техники. Чтобы понять важность разделения мусора, достаточно представить, последующей сортировкой занимаются простые люди, причем вручную. С предприятия вторичные материальные ресурсы, которые образуются на контейнерных площадках от населения, поступают в дальнейшем на сортировку. После сортировки отходы направляются на дальнейшую переработку на предприятия Республики Беларусь. Среди вторичных ресурсов, которые собирает спецавтопредприятие, смешанный стеклоотбой – 1230 тонн в год, макулатура – 1360, полимерные отходы – 420. Стеклобой смешанный, тарный, стеклобой белый мы отвозим на Гродненский стеклозавод Елизова, филиал Елизова. Отходы полимеров отвозятся на завод Восточный Могилев или Репласт. Уже в этом месяце на территории деревни Вишневка Бобруйского района появится новый мусороперерабатывающий завод, крупнейший в области. Общая мощность предприятия будет достигать 100 тысяч тонн в год. Стекло, пластик, бумага, органика. После переработки вторичные ресурсы пойдут на повторное использование. На сегодняшний день основной цех производственный. В нем встроено еще два дополнительных помещения. Модуль производства флексы и модуль производства гранул. Основная масса идет производства Российской Федерации. Понятно, некоторые комплектующие. Китайская республика помогала. Но в целом основная масса – все Россия. Проблема накопления мусора и загрязнения окружающей среды в наше время стоит достаточно остро. Один из способов ее решения – сортировка и вторичная переработка. Система, которая сложилась в Бобруйске, полностью помогает содействовать в этом процессе. Василиса Караханова, Роман Костюков, Максим Калинин, Дмитрий Шевцов. Бобруйск 360. Держи удар! В городе прошло открытое первенство по боксу. Спортивное событие проводится в пятый раз и посвящено ветеранам бобруйского бокса. Продемонстрировать свою силу собрались 185 юных бойцов, представляющих 10 команд из Гомеля, Мозыря, Жлобина, Светлогорска, Могилева и Бобруйска. Мастерское владение приемами демонстрировали 4 возрастные группы. Он проводится именно в эти сроки. На осенних каникулах, когда ребята отдыхают от школы, мы их по максимуму загружаем спортивными действиями, спортивными мероприятиями и уже из опыта, если взять, перелеснуть страницы и вспомнить первый турнир, то с нашего турнира вышли и продолжают боксировать ребята, которые достойно представляют нашу страну на международных соревнованиях. Занятия боксом помогают детям стать физически развитыми, сильными и выносливыми. Обрести навыки самозащиты, улучшить коммуникативные качества, укрепить силу духа и уверенность в себе. Вид спорта полезен и для взрослых. С помощью него хорошо поддерживать тело в тонусе и укреплять здоровье. Природой навеяно. В стране объявлен оранжевый уровень опасности. Елизавета Липеева не испугалась ветра. Ноябрьские проделки решают проверить Беларусь на прочность. Тон выходным задает усиление западного ветра. На большей части территории страны прогнозируются порывы до 15-20 метров в секунду, а в некоторых местах до 21-24. Аккордный месяц осени стартует с неустойчивой погоды. В субботу будет облачно с прояснениями. Во многих районах Беларуси пройдут кратковременные дожди утром и днем с мокрым снегом. Прогнозы, которые сбываются, обещанный синоптиками месяц мощных магнитных бурь уже дает о себе знать. Ночью 1 ноября на солнце произошла сильная вспышка высшего класса. На фоне небесных распри Южная Корея готовится к противодействию возможным угрозам из космоса. Практические учения прошли совместно с Национальным аэрокосмическим агентством, Институтом астрономии и пожарными. В сценарии обороны – обнаружение объекта и его отслеживание, определение места и время падения прибытия на локацию, проверка и очистка территории. Сейчас на околоземной орбите немало объектов, которые могут представлять ту или иную угрозу. Среди них обломки спутников, ракет-носителей и другой космический мусор. Елизавета Лепеева, Станислав Чичерин, Бобруйск-360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok